Отставание в графике по переселению жителей аварийных и редких домов в Нерингринском районе составляет 10%. В Южную Якутию прибыл заместитель председателя правительства республики Игорь Никифоров. Какое принято решение, чтобы успеть в срок, в сюжете Екатерины Павловой. Самый большой объем водообъектов жилья в рамках программы переселения в Нерингринском районе. На него приходится 1,4 всей программы по республике Саха-Якутия. На сегодняшний день порядка 10% программы в районе отстает по срокам сдачи. В поселке Серебряный Бор переселение из аварийных затянется до середины октября. В городе Нерингрин ситуация не лучше. Возможно, по одному объекту стройки будет принято решение перехода на вторичный рынок, чтобы своевременно расселить жителей аварийных домов. Забегая вперед, говоря, что следующая программа, которая будет идти в городе Нерингрин, и только 40 тысяч квадратных метров будет. Такая же цифра, как была по первому этапу программы. Более 100 тысяч будет по району. То, учитывая все вот те проблемы, с которыми мы столкнулись, думаю, что район учтет и поселки ждут. И будут более подготовленные, и в сроки, и качественно будут выполнять взятые на себя обязательства. В поселке Чульман новые дома для переселения строят три компании. К первому сентября этого года программа ввода жилья будет выполнена. Этапом 2015-2016 годов в поселке появилось 14 новых домов. Общая сдача жилья по Чульману – 306 квартир, заселяемая площадь – 15 тысяч 300 квадратных метров. Такое поселке Чульман, ввод жилья, ну, впервые за все его существование. Поэтому достаточно высокие объемы, достаточно высокий темпы строительства. Вопрос переселения из ветхого и аварийного жилья продолжает оставаться одним из самых острых и наболевших в Нерюнгринском районе. Выполнение программы находится на постоянном контроле правительства республики. Екатерина Павлова, Вадим Барашков, НВК Саха, Нерюнгри.